Привет YouTube! Доброй ночи! Сегодня я бы хотел поговорить, вернее даже не столько поговорить, сколько послушать вас на тему ассиста, на тему помощи при открывании складного ножа некого механизма, который это воспроизводит, либо еще каких-то сложных деталей, не столь важно. Соль нашей беседы в том, что ножи с ассистом имеют, скажем так, доводку клинка до открытого состояния. Вы можете буквально так сделать и он откроется. Ассисты бывают разные, разных модификаций, бывают ассисты, которые можно удалить и пользоваться ножом, скажем так, в обычной форме. И бывают ассисты, честно говоря, я с ними не знаком, но уверен, что бывают, которые нельзя спокойно снять, которые однозначно привязаны к ножу. Я бы хотел послушать вас на эту тему, то есть нравится ли вам это, не нравится ли вам это. Может быть, вы считаете, что это нужно, скажем так, полностью снять со всех ножей и все-таки сделать либо полностью мануальные фолдеры, либо фолдеры как бы с автоматическим открыванием, но без какого-либо полумеры. Либо вы, может быть, считаете, что это вообще самая чумовая фича из всех, какую вы видели на складных ножах и, может быть, стоит вообще все ножи так делать. Без исключений, скажем так. Плюс ко всему я бы хотел послушать вас на тему, какой модель ножа, какой именно ассист, какой тип, больше всего вам нравится. Вот от себя я могу сказать, что, допустим, ассист на бенчменде, воли, баража, они очень похожи, они одинаковые по сути. Он очень интересный, очень мощный, все с ним классно, кроме одного. Его, особо без сноровки, скажем так, достаточно сложно закрыть одной рукой. Это, в общем-то, достаточно травматично с киршом, с его ассистом спидсейф, так и проблемы нет. Делается все абсолютно точно так же, как если бы это был мануал. В этом плане, как бы, ну, это мое видение, да, на данный момент. Ваше прошу оставлять в комментариях или в видеоответах. Спасибо за просмотр. Бай-бай, пока.